Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! С вами Айка Емель и у меня обалденное настроение! Не знаю, прям бодрое, как никогда, возможно, потому что сегодня я не ходила к стоматологу, и он еще уехал. Но, скорее всего, не из-за этого я вам сейчас расскажу. Будьте угорать просто! Вы скажете, Айке просто нечего делать! Помните, я вам недавно рассказывала, что мою подругу кинули на деньги? То есть ей написали в Дайрект, что мы можем там раскрутить страницу новых подписчиков, тыры-пыры, лайки и все дела, но, естественно, не бесплатно за определенную стоимость. Там у них типа три вида пакетов. Есть даже VIP-пакет, где 35 тысяч подписчиков. И этот пакет вы можете купить всего за 3 тысячи рублей. Тут у меня переписка целая с этим мошенником, так скажем. И моя подруга что сделала? Она купила этот пакет, отправила деньги, и после того, как она отправила деньги, ей больше никто так и не отвечал. На протяжении уже, наверное, трех-четырех дней уже никто не отвечает. Все, пропали. Чистой воды мошенники. Она, правда, маленький пакет взяла на 10 тысяч подписчиков. Но в любом случае это чистой воды мошенничество. Я просто от нечего делать, от балды попросила у подруги номер этих мошенников. И решила написать. Пишу такая, здравствуйте, я по поводу накрутки подписчиков. И они мне такие, здравствуйте, отправляют прайс и все дела. Я спрашиваю, как же вы будете накручивать мне подписчиков? Для этого вам нужен мой пароль. Они пишут, нет, ничего не надо. Просто ссылка на вашу страницу. И все. Мы начнем накручивать. И сначала так быстро отвечать, прям секунда и ответ. Секунда и ответ. Я, короче, включила дурочку. Начала переспрашивать. По сто раз, за какой пакет вы советуете? А что лучше? А как? И они так плавненько, типа. Это после оплаты. Это обсудим после оплаты. Я-то знаю, что оплаты не будет. Просто отнимаю время. Я бы могла бы сейчас здесь выложить их номер. Но какой смысл? Они просто поменяют номер на другой и дальше будут работать по этой схеме. Лучше я просто предупрежу вас, что если вам предлагают накрутить подписчиков в интернете, не верьте, мои хорошие. Просто уйдут ваши денюжки. Просто такой мощный развод. Я здесь попросила отправить мне фотку паспорта, потому что я вам не верю. Как вы думаете, меня отправили? Да. Вот эту фотографию паспорта мне отправили. Мошенники. Представляете? То есть даже паспорт у них какой-то левый. Возможно, этого человека даже нет в живых. Кто на паспорте? Проще всего просто себя обезопасить. Полно программ по накрутке подписчиков. Пользуюсь и не хочу. Но вы знаете, эти накрученные подписчики, это всего лишь цифры. И зачем их накручивать, если нет активности? Мне тоже часто пишут, что, Айка, у тебя всего 54 тысячи. Или сколько у меня? 54. В инстаграме давай тебе накрутим 150. У тебя все равно на каждой фотографии там по 9 тысяч лайков. По 10 тысяч лайков. Ну, я думаю, нафига это надо? Вот зачем. Все равно рекламодатели смотрят на статистику, на просмотры и на лайки. А какое у тебя там число стоит? Всем уже давным-давно параллельно. Я видела страницы экс-участниц Дома 2. У них там по миллиону подписчиков, но активности ноль. Ну, в общем. Уже в конце мы, короче, решили, что я уже буду брать пакет. Я попросила карту. Потом спрашиваю, на кого оформлена карта. И он мне говорит, на кого оформлена карта, представляете? До такой степени. То есть обычный человек поверит. Да что греха таить, я сама поверила. Если бы не знала, что 3 дня назад они так кинули мою подругу. Взяли, заблокировали и все досвидули. Уже мне очень поздно отвечает. Уже пронюхал. Я ему говорю, что перевод сделать не получается. Я говорю, мы можем с вами встретиться? Он такой, нет. А что так, нет? Они это объясняют, знаете как? Типа мы будем делать спам-рассылку разным людям о том, что есть вот такой вот классный канал или страница в инстаграме. Подпишитесь. И кто захочет, тот подпишется. Такими темпами тогда у них вообще могли быть страницы-миллионники. Разве нет? Моя цель, почему я вам это рассказываю, просто предостеречь вас. Фиг знает, сколько людей он вот так вот обманул. Сколько людей просто так потеряли свои деньги. Это очень большой грех. Возможно, человек отдает последние деньги. Или, возможно, это ребенок, которому деньги дают родители. Просто у людей как будто перевелось. У людей нет совести. Это не просто омлет. Это омлет с картошкой фри. Нечто. Либо я такая голодная, еще сердечки. Я совсем вам забыла сказать, что же я кушаю. Это сердечки. Грейпфрут. Курица. Куриные крылышки. Омлет с картошкой фри. И вкуснейшие брокколи. Запиваем мы все это соком мой. У меня таких мой уже 4 штуки. Если вы сами о себе не позаботитесь, никто не позаботится. Даже, видите, паспорт отправляют. Лишь бы поверили. Омлет с картошкой. Посмотрим, что ты написал или нет. Последнее, что я ему написала, сейчас вам прочитаю. Нет, еще не заходил. Я написала, я просто не очень разбираюсь. Возможно, проводятся профилактические работы. Поэтому я не могу вам сделать перевод. А это все делается, потому что мошенников много. Из-за таких вот людей не можем сделать перевод. Мошенников много. Кто понял, тот понял. И все, не отвечает. Вы такие классные обои придумала. В инстаграме вам показали. Смотрите, какой милый он. Съем тебя, мой сладкий. Пирожок-мамин. Такие вот дела, мои хорошие. Будьте бдительны. Будьте аккуратны. Сначала у меня появилась идея взять номер этих мошенников и выложить к себе в историю инстаграм. Но потом я подумала, много кто будет им писать. И они сразу просто поменяют номер. Лучше мы все потихонечку будем докапываться до них. Дам еще брательнику номер. Пусть тоже поприкалываются. Ну а что? Такие вот дела, мои хорошие. Как вам новый задний план? Это нарезка. Кто-то не знал. Сегодня ходили. Маме хотели купить сапожки. Маме понравилась одна пара. Мы пошли покупать. Я вам как раз во влоге покажу. В магазине. Сейчас просто обалденные скидки. Просто офигенные. И модель такая классная. На следующий год купила, оставила. Но, к сожалению, маминого размера не было. Но был мой. 36-й я взяла себе. Все сели на ножку идеально. Очень понравилось. Был 41-й. 41-й маме велик. Во влоге вам обязательно все это покажу. Потому что я не снимала. Старалась. Потом еще под конец дня. Позвонила стоматологу и сказал, что сегодня у него не получается. Он уезжает в деревню. Я думаю, о, ура. Как хорошо, что у тебя не получается. В последнее время, когда уколы делает, мне прям больно. Я прям не могу. Походили по магазинам. Такие крутые товары на скидках. Возможно, еще, знаете, такие хорошие скидки. Потому что говорят, что нас опять закроют дома. Опять жесткий карантин. И все дела. Вот круто в России. Что хочешь, делай. Рестораны работают. Магазины работают. Люди свадьбы играют. Бузова концерт дает. А там вот так вот люди друг у дружки. Прикиньте, до сих пор у нас закрыты рестораны, где делают свадьбы. Где играют свадьбы. А что делает персонал, который там работал? Сколько людей там работало? Я, конечно, понимаю. Коронавирус, болезни и так далее. Но все равно, знаете, кто заболевает, тот заболевает. В связи, мне кажется, с этим прям обалденные скидки. Обувь, которую я купила, я купила за полуцены просто. И моделька крутая. И размерчик мой. В общем, довольна на все 100%. Осталась довольна, как слон. Когда я что-то себе покупаю, я прям порхаю. Такая счастливая. Особенно, когда на скидках. Это вообще... Как свинюшка обляпалась. Но так грейпфрут сюда очень в тему. Обожаю с курицей грейпфрут. Вот эта кислинка это нечто. Я хотела снимать мук-панк. Мама уговорила. Потому что не из чего было. Мама говорит, вот сердечки в морозилке. Крылышки очень вкусные. Быстренько сварганим. Будет крутой ужин. А что нет? Прямо сегодня выложу видео. Сколько сейчас время? Время полвосьмого. Монтаж. Туда-сюда. И в десять. Может полодиннадцатого вы увидите это видео. Так что... Ужинаем вместе. Я такой нетерпеливый человек. О, мне написали мошенники. О, глянем, что написали. Пишет. Только перевод, я спрашиваю? Да. Пишет. Пришлите свой аккаунт пока. Пришлю свой. Отвечу им. Будем общаться. Когда мне скучно. Просто отнимать чужое время. Они отнимают у людей деньги. Мы отнимаем их время. Ну, знаете, такую смешную схему придумали. Насколько я знаю, если вы обратитесь в полицию, так как сумма маленькая, они даже не будут рассматривать это все. полиция просто скажет, ну и лох. Ну, что повелся. Насколько я знаю, там есть какая-то определенная сумма, после которой они уже начинают серьезно к этому относиться и как-то расследовать это дело. В общем, на этом все было очень вкусно. Я наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И обязательно учтите этот момент. Я не просто говорю в воздух. Ребят, они кидают людей. Не верьте. Если вам пишут в Instagram и говорят, что вот я тебя раскручу за такие-то деньги, скорее всего, вы отошлете деньги, и вам нифига ничего не сделают.